Приветствую вас Юля. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите о том, что у вас пропал вкус жизни, у меня нет лотивации, мысли и бессилия, и готовность спать 25 часов со 40. Ну, давайте начнем с того, да, предположим, что физиологических причин у вас нет для такого состояния. Именно физиология отсутствует. Вы не больны, вы физически здоровы, и, значит, будем исходить из этого. Что в таком случае, если вы физически здоровы, можно и нужно сделать? Ну, во-первых, вы пишите про то, что у вас это началось полгода назад, то есть это такой достаточно конкретный срок, конкретного бата, скажем так, и, значит, по-видимому, что-то в это время могло с вами происходить что-то. Вопрос, конечно же, заключается в том, что именно с вами могло происходить. Вот, вопрос заключается в том, что именно с вами могло произойти, вот, какие события происходили с вами в этот момент, ну, вот в это время, да, в этот момент, вот. И, соответственно, здесь нужно рассмотреть. Дальше, вы пишите, что замужем во второй раз, что, соответственно, означает, что первые отношения у вас не сложились. Ну, по-общему, правил, во-вторых, отношения, возможно, повторения. Ну, повторения ситуации, повторения проблематики, вот, повторения каких-то моментов и, как следствие, может быть общеподавлено. Вы пишите, начинайте, точнее, со своего возраста, соответственно, возможно, это тот случай, когда возраст имеет значение, потому что вполне вероятно, что он для вас. Что это значит? Ваш возраст, я имею в виду, вполне вероятно, что возраст вас волнует. Вот вы пишите, что вам ничего не нравится, то есть, это вопрос самореализации, возможно, это вопрос того, насколько вы чувствуете себя реализованы, насколько вы чувствуете себя Раскрывающий свой потенциал, да, свои возможности и так далее. Если этого не происходит, то, конечно, ситуация достаточно неприятно возникает. Вы просите избавить вас от этого состояния, но я могу сказать, что с определенной уверенностью, что вам не нужно в прямом смысле этого слова. Чтобы избавляться от этого состояния, вам желательно найти для себя стимулы жить, мотивы жить. Сейчас у вас таких мотивов нет. Вот. И даже, когда вы говорите, что, например, я хочу начать жить, вот, опять же, не совсем понятно, хочу жить, как бы, ну, чтобы что. Да? То есть. Вот. Какая цель у этого? Ага. То есть. Вам же ничего не интересно? Значит, нужно посмотреть на ваши ценности, на ваши интересы, на ваши желания, которые вы можете подавлять вследствие, ну, всего ряда причин. Вот. И, исходя из этого, уже смотреть, как вам можно помочь. Вполне вероятно, что все дело в браке, вполне вероятно, что именно в браке вы почувствовали себя не реализовавшись. Если вы почувствовали себя, по сути, не имеющей возможности что-либо сделать дальше, не имеющей возможности как-либо, ну, раскрыть свои способности и может быть вы почувствовали себя не самостоятельно. Это вот тоже такой достаточно важный момент, что вы могли почувствовать себя не самостоятельно именно в браке. Ну и, конечно, когда вы говорите, что у вас хорошее отношение, просто хорошее отношение, это тоже вызывает вопрос. Вот, потому что, ну, извините, хорошее отношение, это просто оценка, вот, и выглядит это, честно говоря, достаточно вымученно. Вы не говорите, не сказали, что, например, любите своего мужа, вы не сказали, что он любит вас, вы не сказали, что вам не хорошо, вы не сказали ничего из этого. Ну, по-моему, возможно, что с мужем вы просто достаточно далеки друг от друга. Вот. Вот. Такое. Такое. Тоже может быть. То есть, очень может быть, что вы, вот, эээ, с мужем, эээ, достаточно разные, сейчас это ощущается, эээ, сильнее, сильнее. А вот. Ну, возможно. 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 То есть, тут нужно, опять же, смотреть на ваши отношения, не подавляют ли они вас, не принижают ли они вас и так далее. Так же, а вы, говорите, значит, помогите справиться с этим с этим состоянием, обрести вкус к жизни и начать жить. А как вы это себе представляете? То есть, эээ, как вы это видите, готовы ли вы работать? Потому как, эээ, советами такая проблема, к сожалению, не решается. И здесь нужно именно что работать. Но только при, эээ, условии отсутствия физиологических, эээ, причин, физиологических оснований. Вот. Эээ, по общему правилу, поскольку у нас, ну, в общем-то, отсутствует, эээ, индивидуальное, очертание, да, у своей проблематики, то я скажу по общему правилу, что аббатия, это, эээ, ну, такое вот депрессивное состояние, да, именно, именно, Так, мы будем считать, что у вас депрессивное состояние до тех пор, пока не будет подтвержден, например, диагноз дебрейса или какое-то другое биологическое заболевание. Это обесценивание. То есть, по общему правилу, то, что с вами происходит, это обесценивание. Такое вот попально достаточно глубокое обесценивание себя, обесценивание своих чувств, обесценивание своих эмоций, обесценивание своих желаний. И что? Самое главное для того, чтобы обесценивать, точнее, на то, чтобы обесценивать себя. Да, на то, чтобы обесценивать свои чувства. У вас есть какие-то основания. Вот это очень важно понимать. Стоит основания для того, чтобы обесценивать свои переживания. И очень важно эти основания увидеть вам. Очень важно увидеть, когда, образно говоря, при каких обстоятельствах, при каких условиях вы начали обесценивать себя. При каких обстоятельствах вы начали обесценивать свои чувства. И, соответственно, когда данный аспект будет, ну, как следует изучен, когда будет понятно, следствие чего вы обесценивать себя, следствие чего вы обесценивать свои желания, следствие чего вы обесцениваете свои потребности, следствие чего вы обесцениваете свои порывы, так сказать. Тогда уже можно будет говорить об этом, чтобы причину данную устранить и помочь вам решить вашу проблему. Что, в принципе, достаточно важный момент, потому что без причин помочь вам практически невозможно. Повторюсь, если нет физиологических оснований. Ну, вам нужно обратить внимание на данные моменты, которые я описал, потому что это то, что составляет основу. Основа ваших переживаний. Вот, может быть, может быть, вы, если, например, прислушаетесь к себе, может быть, вы сможете увидеть то, как вы обесцениваете сами себя. То, как вы обесцениваете свои переживания, то, как вы обесцениваете свои эмоции, то, как вы блокируете свои импульсы. Ну, которые у вас имеются, да? И если вы подойдете к этому процессу достаточно обстоятельно, скажем так, то вы имеете все шансы на то, чтобы свои проблемы решить. Даже при наилучшем варианте, даже без обращения к медикам, без обращения к, ну, к врачам, скажем так, да? А вот такой ответ я думаю, вам можно дать, опираясь на то, что вы сказали. Вот, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили нам. Там? Собственно-собственно. Какова-то. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я надеюсь, что для себя вы сделаете определенные выводы. Я надеюсь, что вы подумайте, в какой форме вы хотите получить помощь, в какой форме помощь для вас сейчас. Приемлемо? Наиболее. Наиболее приемлемо. Да? Потому что, может быть, вы не готовы разговаривать с психологом. Может быть, вы не готовы сейчас заниматься психотерапией. Вот. Ну, обратите внимание на то, чего вам хочется глобально. Сейчас то, чего вы хотите. Обратите внимание на то, когда, когда, при каких обстоятельствах появилось данное, ну, вот, ваше данное состояние. И обратите внимание на блокирующие импульсы, которые могут быть у вас при взаимодействии с вашими чувствами, при взаимодействии с вашими эмоциями. Да? То есть, это выглядит, это, примерно так, что вы чего-то хотите. Ну. Появляется порыв к чему-то. Вот. А вы этот порыв, в общем и целом, блокируете. Не позволяете ему пройти. Вот. Вот, примерно на такие аспекты я рекомендую вам обратить внимание. Это важно. Потому, потому, что из этих компонентов состоит ваша проблема. И, даже если физиологические причины наличествуют, убрав их, ваша апатия, скорее всего, скорее всего, не ведет так вот быстро, потому, что вы уже, уже привыкли жить таким образом. А вы можете жить таким образом, что важно. То есть, ну, есть люди, которые так жить, в принципе, не могут, у которых нет времени так жить. Вот. Ну, это ни в коем случае не вам вину, да. Просто я вам вину, что, ну, ситуации бывают разными, что у людей разные жизненные ситуации, разный объем ответственности, когда от человека зависит больше всего ряда причин, ну, или меньше всего ряда причин. Вот. И здесь не нужно думать, что с вами что-то не так, или наоборот, нет. Ну, просто вот жизнь складывается в людей по-разному. И, соответственно, вы можете так жить, раз вы можете так жить, раз вы привыкли так жить, то, соответственно, с учетом вашего возраста, не в том смысле, в каком вы, опять же, могли подумать, а исключительно в смысле развития психики. Вот, с учетом вашего возраста, вы уже, вы можете привычку, ну, вот эту привычку зацементировать. То есть, вы просто привыкли так жить, и по-другому жить вам, в принципе, уже не хочется. И, да, вроде бы надо жить по-другому, да, вроде бы кажется, что, ну, как же так, что-то здесь вообще-то не так, да, и всякое такое. Ну, повторюсь, привычка, штука довольно мощная. И, чем взрослее человек, становится тем сложнее с ней, то есть с привычкой, что ты сделал, что ты сделал. Это, к сожалению, абсолютно нормальная история, это абсолютно естественная история, это абсолютно гармонично, абсолютно логично ложиться на, как бы, общий генезис развития человека. Поэтому я хотел бы, чтобы вы имели это в виду, я хотел бы, чтобы вы имели это в виду, вот, я хотел бы, чтобы вы отдавали себе отчет в этом. Потому что, предупреден, значит, вооружен. Ну, все. На этом, я думаю, теперь это тоже точно можно закончить. Я дал вам, вроде бы, все необходимую информацию. Конечно, эта информация достаточно общая, вот, но связана это исключительно с тем, что в видео вы не предоставили более полную информацию о цепях. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...